Еще 10-15 лет назад электронные сигареты, вейпы, называли спасением от сигарет традиционных. Якобы вдыхая пар достаточно безвредный, человек мог избавиться от губительной тяги к обычному табаку. Сегодня специалисты говорят, появляется все больше данных о том, что дымить вейпами не менее, а то и более опасно, чем простыми сигаретами. Мало того, что никотин тот же, и он оказывает такое же вредное воздействие, но присутствуют и другие токсические соединения, формальдегид, в большем количестве, чем есть акролин, тоже. Тяжелые металлы, такие как никель, присутствуют. Кроме того, по словам Лазарева, попадая в легкие именно с паром, эти вещества и частицы проникают гораздо глубже. А использование ароматизаторов делает электронные носители дыма популярными у подростков. По данным Краевого министерства здравоохранения, при том, что потребление табака в последние годы заметно снизилось, вейпы, наоборот, становятся все популярнее. Часто можно увидеть людей с электронными устройствами, которые пускают клубы пара в общественных местах и в транспорте, в подъездах домов. Но вместе с тем на сегодняшний день, по сути дела, предъявить мы им ничего не можем. Законодатели говорят, полностью приравнять электронные сигареты к обычным – это дело далекого будущего. И возможно только с принятием федерального закона. Ближайшая мера, на которой настаивают наши депутаты – запретить продавать вейпы несовершеннолетним. На депутатских чтениях законопроект одобрили. На очереди рассмотрение во втором чтении, которое состоится уже в апреле. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости.